Сегодня 6 марта, прощенное воскресенье И здесь у нас к 14 часам в Новосибирске в центре почему-то очень много полиции Еще несколько человек в желтых, вот как у меня, в желтых жилетках это пресса Но больше ничего не происходит, давайте будем смотреть Моя задача в том, чтобы показать, что происходит правдиво, то как есть Не предвзято, ни от чего не путая, ничего не привирая и не нарушая закон Я подчеркиваю, это такой дисклаймер, что если вдруг прозвучит что-нибудь незаконное Ну это на совести те, кто говорит, а не те, кто показывает Потому что я просто показываю, что есть Надеюсь, что все здесь будет проходить в рамках закона и со стороны власти, и со стороны других людей Давайте посмотрим, что происходит Очень много полиции Это не вся полиция, площадь окружена служебными автомобилями Очень много автозаков Такое впечатление, что полиция собралась почти столько же, сколько год назад В январе 21 года Была такая история, что собралось больше, собралось, например, 31 января собралось 2000 полицейских почти И потом эти полицейские захотели получить зарплату И зарплату Потом главное управление внутренних дел по Новосибирской области Ту зарплату, которую полицейские получили Полторы тысячи захотели получить деньгами за свою работу Эту зарплату взыскали с двух человек С меня и депутата городского совета Картавина Мы теперь должны заплатить в сумме 3 миллиона Потому что полицейские хотят зарплату получать тоже Но вот теперь они получают деньги, например, у меня с пенсионера Ну, такие у нас теперь Такого решения суда Мы будем его оспаривать Следите за каналами У меня на канале были практически все, что говорила судья Все, что происходило в суде, были трансляции Смотрите Так, пишите мне, что вы видите, какой звук Если есть помехи какие-то, сообщите в чате Я стараюсь его читать, хотя читаю не все Здравствуйте, можно вас спросить? Как вы думаете, почему так много полиции? Понятия не имею Сама удивляюсь Так, разговор от Абучини, стало быть, снова привезли из районов полицейских Но семейских полицейских не хватает для наведения порядка Ну, давайте пройдем вокруг площади, посмотрим Я покажу вам специальную технику специальных полицейских В основном очень много офицеров полиции Все экипированы в касках, в бронежилетах Другая экипировка в виде налокотников и так далее То есть они явно настроились, например, на пресечение массовых беспорядков Если такие случатся Вот здесь стоят Вот там еще целый отряд стоит большой Приехали на автобусах А потом кому-то придется эту работу оплачивать Сотни-сотни полицейских и с этой стороны И по улице Депутатской стоят автобусы А на площади? На площади, кроме полиции, почти никого нет Давайте попробуем спросить полицейских, с чем связаны Товарищ майор, можно обратиться? Конечно Скажите, пожалуйста, почему так много полиции сегодня здесь? Тренировка Понятно Тренировка, учение, понимаете, учение проходит Это такое слово знакомое сейчас И понятное, что где-то проходит учение Новосибирский на площади Ленина, похоже, так Тренируется Давайте спросим еще одного полковника Он, наверное, точно лучше знает Надо не надеть маску, потому что места скопления Рекомендую Места скопления людей Надо надевать маску, чтобы не попасть под санитарную статью Я вам тоже рекомендую Использую, да Ну, по крайней мере, если на вас оперативная съемка идет То потом, чтобы вам не привлекли вас Вы откуда? В Колыванский район В Колыванский? В Колыванский, правда, да А с Колыванского района тут приехали полицейские, вы не знаете? Нет, на триатре Почему? Вот я слышал, с Тогусинского района, там еще кто-то Из районов приехали, тут несколько сотен полицейских А там мы видим далеко не всех, кто приехал А вы, какое здание? Трудовая правда Трудовая правда? Вы часто приезжаете на себе сделать материалы? Спасибо, наш выход А с чем связано, что вы сегодня приехали? Осторожно, говорите внимательно Почему вы сегодня приехали? А с чем это связано? На оперный театр посмотреть На оперный театр посмотреть, очень хорошо Спасибо Спасибо Так, мы теперь, мы теперь, пресса, но я тоже, я считаю, в каком-то смысле пресса, такой частной прессы, блогер Мы стараемся быть осторожнее Здесь я буду показывать все, что кругово, вы мне пишите, если какие-то есть проблемы Пожалуйста, зрители мои, напишите, как звук, как картинка Я буду рассказыватьró, герои,さ Congratulations, зрителей моих, зрителей моих отдельной стойкой стоят стоит пресса здравствуйте можно вас спросить почему так много полиции сегодня здесь она каждый день здесь с чем это связано с недовольством народа а что есть какое-то недовольство ну я первый представитель на то я против войны против путин подождите подождите у нас нет никакой войны есть у нас говорят военная реальная операция нет руководитель фракции коммунистов буквально два дня назвать сказал что у нас идет война а то есть вы ссылаетесь на депутаты государственной думы но на кого ну понятно спасибо здравствуйте меня тимур зовут можно вас просить не надо о давайте сделаем взаимное интервью привет привет кимур как думаешь так масочку почему без маски то нарушаем да или тут нет массового скопления я не вижу массового скопления людей на улице не предписывает нам постановление правительства и указ губернатора носить маски а почему здесь такое массовое скопление полиции можно носку положить а вот они последние дни последние две недели почему-то любят собираться на площади ленина следить за общественным порядком майор мне сказал что они тренируются наверно у них учения безусловно час везде учения посмотрите и тополя м катаются по дорогам новосибирской области и бтр и катаются это это я это открытая информация закройте тимура ханова за озвучивание фейка нет уже известно что неделю как проходят учения стратегических подразделений новосибирской области это открытая информация это в новостях понятно понятно все мы говорим мы показываем говорим только открытую информацию так здесь кроме пресса собора появились еще несколько человек просто вроде бы стоят полиция пришла в движение ну что точно кого-то еще здравствуйте как вы думаете почему сегодня так много полиции они вчера не вчера еще больше были проводила проводила с ними это полиции а что вы им говорили полицейским только говорите осторожнее потому что сейчас закон требовательный а я я за мир и а только это спрашивала за какую родину не постеснялся снять маску сказать бия себя в грудь один идет он видны из училища что вы простое полиция вид какие-то противоправные действия вы будете許шать административную отечественность по статье 20.2 в кодексе административных правонарушений Российской Федерации требую прекратить противоправные действия требую прекратите противоправные действия в коем случае вы будете привлечь к административной отечественности Держите! 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 Держите, держите! Стой! 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 Давайте бежим кругом. Если я правильно заметил, то граждане ничего противоправного не делали. Не скандировали, не обсуждали даже между собой. Полиция сразу перешла к действиям, сообщая о том, что граждане противоправные действия совершают. Полиция окружила и говорят никого не выпускать. В небе квадрокоптер. В противном случае вы будет приветствовать. Просто в небе квадрокоптер. Противоправные действия. Полиция с двух сторон зажала граждан, которые просто стояли на площади, как мне показалось. Ну, может, они действительно что-то нарушали, а вы видели, нет? Продолжение следует... Так, появился плакат «Мы за мир». Даю вам две минуты на прекращение ваших противоказаний. Людей зажали так, что они выйти не могут. Здравствуйте! Вы участвуете в несогласованном публичном мероприятии, в нарушении 54-го федерального закона, о собраниях, шествиях, демонстрациях, длительных регистрирования. Требую прекратить вас... Взяли женщину с плакатом. В противном случае вы будете подвергнуты административному наказанию. Продолжение следует... Увели первых задержанных, это две пожилые женщины. Вы, Господи, право, вы простили, право, 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 право. Требую прекратить ваши противоправные деяния. Иначе вы будете привычны к административной ответственности, предусмотренной... За что вас задержали? Вы не знаете? 51 статья Конституции. Пока задерживают такую женщину. Что вы сделали не так? За что вас задержали? Ничего не сделаю. Только две женщины были с плакатами, как я заметил. Остальные просто стоят. Можно узнать, за что вас задержали? Без понятия. Что вы делали? Пошел, побежали. Вы просто пришли? 8 марта. 8 марта, сказал человек. 8 марта. Вам сказали, за что вас задержали? Нет. Что вы делали? Зачем вы здесь? Против войны. Против войны? Понятно, спасибо. За что вас задержали? Меня задержали за то, что я просто вышел в центр города. Человек говорит, меня задержали, что я вышел в центр города. Так, полиция оттягивается назад. Так, я понял вас, товарищ майор. Я понял, понял. Отхожу, отхожу. За что вас задержали? Я понятия не имею. Я ничего не нарушаю, товарищ майор. Если у вас есть вопросы, спросите меня, пожалуйста. И прошу не препятствовать. За что вас задержали? За что вас задержали? Я просто стоял. Просто стоял. Мужчина, за что вас задержали? Я мимо проходил, взяли в кольцо. Вы проходили мимо, взяли в кольцо. Понятно. Вы задержаны? Не знаю. А за что вас задержали? Тоже не знаю. Не знаете. Да вот даже человека, пресса. Так, прессу вас просить. Вы сообщили, что вы из прессы? Сообщил, сообщил. Какое издание? Я представился, я журналист НГС. Я не участвовал в мероприятии, я освещал его. Назови себя. Виктор Бобровников НГС. Виктор Бобровников НГС журналисты задержали. Объявили причину, почему задержали. Не объяснили, не объяснили. Молча свернули руки и тащили сюда. Так, НГС, смотрите, вашего журналисты задержали. Он говорит, не сказали причину. Продолжается полицейская операция по задержанию людей. Пока большинство говорят, не знаю за что. За что вам задержали? Вам объявили? Зачем вы толкаетесь? Сержант, вы нарушаете закон. За что вас задержали? Не знаю. Не знаю. За что вас задержали? Вам сказали, за что вас задержали? Нет, конечно. Не сказали. За что вас задержали? Не знаю, не говорят. Люди говорят, не знаю, не говорят. Полиции очень много. А людей на площади вы видели, было человек 20, может быть, 30. Вам сказали, за что вас задержали? Ну, сказали. А что вы делали на площади? Я пришел на площадь. Просто пришел на площадь. Вам сказали, за что вас задержали? Нет. Вам сказали, за что вас задержали? Что вы здесь делали? За что вас задержали? Меня, я не знаю, задержали или нет. Что вы делали на площади? понятно но картина понятная сам отойду в сторону за что вы задержали мимо шел так у нас отойду в сторону я тоже не участвую никаких противоправных геоскетов вот здесь автозаки почему за что вы задержали не надо сопротивляться до что задержали не на сопротивляться того предъявят за что вы задержали понятно в течение двух минут не выпускали зацепление и она попросила выйти и забрали понятно за что вам задержали за что задержали ну вы же видите 8100 говорят мы не знаю за что вы задержали по прежнему происходит блокировку людей на площади говорят что не знаю за что вы задержали не сказали ладно обойдем посмотрим вот еще мужчина за что вас задержали что вы сказали что вы делали на площади шел мимо ну все про такое такое такие слова что шел мимо не задержали ни за что вот здесь уже около автозака очередь стоит смотрите все подходы к площади закрыты перегородками давайте еще поспрашиваем людей хотя что спрашивать я уже каждого почти спросил за что задержали но вы слышали ответы так о человек с метлой вы не участвуете и какие-то работа на работу здесь в резерве еще полиция зайдет это автобусы похоже привезли многочисленных полицейских пойдете вернемся к плод на площадь посмотрим что там происходит по-прежнему заблокирована группа граждан вот еще двух молодых вывели людей просто молодых людей вывели можно вас спросить что сказали полицейские сказали мы пришли сидели на скамейке просто они в оперной пришли мы гуляли на самом деле пришли в оперной хотели билет купить на конькага бурна-горбунка просто сели посидеть как вы сидели на скамейке началась какая-то движуха людей начали просто сталкивать брать в кольцо в центр со всех сторон собрали сказали если не прекратите правонаправные идеи права права особенно люди что они ничего не делали так все полиция уже расходится несколько человек осталось посчитайте пожалуйста сколько у нас охранители порядка это еще далеко не все так полицейские расходятся по площади и на все стороны позвольте я пройду можно пройду спасибо полиция перекрыла периметра площади попробую пройти если пусть так всех собрали полиция закончила работу все кто совершал противоправное действие все задержали уже или по крайней мере граждане похоже перестали нарушать закон да то есть полицейские закончили граждане нарушать закон то правда они все поняли в чем было нарушение продолжается похоже еще в одном месте граждан пересчитывают хотя вот кто-то какая-то движение началось так кто-то куда-то уходит и полиция говорит закрываете олег вы не давайте выходить если я про лиусы что вероятно но есть задача блокирует сектор на площади ленина не знают смотрите сами я могу и ошибаться сразу говорю что закон нарушать не собираюсь не буду никакой каких что здесь происходит может сказать что здесь происходит хрень тут происходит что непонятно что реально участвовать я приехала сюда для этого чтобы участвовать в акции а где акция опять акция нет акция заключается в том что согнали кучу полицейских не должно быть в другом месте понятно но сейчас люди собираются я вижу довольно много молодых людей и можно ожидать что полиция снова будет блокировать по крайней мере выходом автозаке я вижу да давайте посмотрим сейчас полиция заблокировала выход соли и то есть молодые люди парни парни так это так люди пошли через через не заходили проходить не кстати полицейский не дал пройти наверно не знаю чем дело надо как-то выйти из этой ситуации я не хочу быть задержанными ничего не русая говорят выбирать вот так так я вижу пока полиция не дает возможности людям трудно выйти вот продираясь как показывайся как есть так группа граждан сконцентрировались на аллее по всего периметра сквера стоят полицейские позвольте я не участвую это по красному проспекту овере полиция орджоникидзе тоже движение полиция закрывает полиция закрывает движение по тротуару тоже слушаю команду дайте людей автозаки неважно я послышалась что здесь происходит разгон разгон чего разгоняют а вас пропустили потому что мы с детьми ясно так еще идет полиция отойдет в сторону не будем никому мешать околок входа в метро тоже полиция блокирует движение граждан вот подходят новые силы экипированная полиция делает свою работу наверное исполняет закон взяли людей провожают к тем кто кого окружили возле выхода из метро что здесь происходит как вы скажете что вы видите я шла домой из метро с сыном меня пропустили ну я сказал что я домой иду меня пропустили сын 30 лет остался там сколько сын лет он остался или его задержали его оставили на той стороне я кричала кричала они ведь не кричит и понятно понятно то есть сейчас уже люди переходят через улицу орджоникидзе а я понял полиция вытесняет граждан с площади и люди идут через переход орджоникидзе на по красный проспект орджоникидзе полиция заблокировала вход на площадь на остальной улице орджоникидзе то есть площади на площади осталось только полиция если я правильно понял хотя вон какие-то люди ходят прохожие но им не мешают перегруппировываются силы ну что рискнем пойдем за ними или пойдем за людьми мы сходим по красному проспекту а потом вернемся сюда так скоро медицинская помощь стоит и не двигается вы здесь дежурите или проезжаете проезжаете вам мешает кто-нибудь вам никто не мешает хорошо так люди были вытеснены сквозь деревня остались стоять так против моего телефона опять атака телев такой спам знаете начинают звонить слайд смс так что связь может быть плохой прошу извинить скажите что здесь происходит мы просто стоим здесь смотрим на космонавтов любуемся их отвагой работой на вас уже было воздействие какое-то полицейское только психологическое разве что цель нашего прихода можете назвать мы пришли во первых посмотреть что происходит и все своими глазами вот я покажу что так полиция двинулась по красному проспекту так возможно сейчас будет и здесь еще выходить я не знаю кто тут организует действие но это полиция снова выходит полицейский виден полиция людей отводит в сторону фотофора по-моему никого ничего не спрашивают просто отводят такая наверное их работа девушка там полиция полицейские что молодой человек остался там а вы здесь как оказались мы просто шли мимо просто шли мимо понятно граждан предупреждаются надо прекратить противоправные действия противоправные действия вы будете предпреждают администрации за ответ за ответ по статье 20.2 кодекс на административное правонарушение российской федерации по статье 20.2 кодекс на административное правонарушение можно узнать в чем заключается нарушение какие-то противоправные действия вы можете назвать товарищ мой лейтенант соответствие законного полиции не отвечает так уже кого-то задерживает за столик какие-то граждане переходят красный проспект на зеленый сигнал светофора а полиция сказала прекратите и люди пошли в другую сторону красного проспекта те кто стояли на углу орджоникинца и красный проспект так наверное я тоже пойду перейду через красный проспект прошли опа так здесь люди идут через красный проспект правила не нарушают полиция вытеснила людей кого-то задержали но большинство перешли на середину и на другую сторону красного проспекта если я правильно понимаю если я правильно понимаю полиция выполняет задачу чтобы не допустить нарушения закона 54-го на площади ленина остается много полицейских они там выстроились цепочки и не пропускают ну похоже никого не пропускают на площади при этом движение по красному проспекту никак не ограничено автомобили проезжают ну относительно свободно то есть нельзя сказать что им кто-то препятствовал это наверное важно отметить если бы кто-то нарушал это то это было бы нарушение закона так так а вот теперь автомобилисты получают правила но полиция не реагирует ДПС ограничивают движение людей автомобильное движение при этом продолжается вот такой пятачок в углу красного проспекта я в Женикидзе здесь светофор и люди кто-то заходит выходят людям приходится идти по проезжей части что ли чтобы обойти это скопление полиции и граждан я не слышал чтобы кто-нибудь что-то скандировал или не я уже кроме одного человека двух бабушек я больше не видел людей с плакатами тут предлагают что-то сказать космонавтам про Киев я думаю все люди не глупые в том числе космонавты они сами все понимают а если не понимают но зачем-то говорить там вот двигается автозак моргает но его не пропускают ну потому что пробка образовалась перед светофором так на площади Ленина еще люди и очень много полиции и 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 Метро, и люди выходят из метро и скапливаются на площадке. Почему вы идете по проезжей части? Ну вот один прошел, другого не пропускают. Так, полиция не всех выпускает из этого участка, но пожилые люди. Скажут, что здесь живут, их пропустили. Полицейский поход, что-то сигналит автозаку. Полный отвечает из автозака. Так, вот люди, кто хочет, переходят в улицу Орджоникидзу. Пойду и я посмотрю, что там происходит. Я думаю, сегодня будет несколько десятков задержанных, автозаков много. По моим подсчетам, можно задержать и сто человек. Но многие из тех, кого задержали, большинство, кого я спасу, ответили, что они не знают, за что их задержали. Многие сказали, просто гуляли. Так, метро в код свободный, препятствий нет. Снимите, как они через дорогу не пускают. Раз не пускали через дорогу? Ну, вон там, что-то они хватали, пихали нас. И что-то как объясняли? Нельзя пройти. У них мозгов нет объяснений. Понятно. О, в это же время идет уборка улицы. Сегодня с утра был снегопад. Продолжается работа и коммунальной техники. То есть, смешались в кучу. Люди, полицейские, трактора. Посмотрим, пропускают ли на площадь. Памятник Ленину огорожен со всех сторон. Его ограду охраняет полиция. Но кто хочет, может свободно пройти по Красному проспекту вдоль памятника. Давайте спросим людей, пожилых, что они думают, что они видят. Скажите, пожалуйста, что здесь происходит? А мы не знаем сами. Мы на остановку идем. Мы мимо идем. Понятия не имеем. А вы тоже не знаете? Ну, я догадываюсь. Я хотел ваше мнение узнать. А почему? Вы не знаете или догадываетесь? Догадываюсь. А догадываюсь. Угадай-ка, да? Да нет, ну просто. Идет с палкой. Вы догадываетесь, а я не знаю. Но я вас как-то спросил. Мы правда не знаем. Ну, на самом деле, вы догадываетесь? Ну, расскажите. Мне интересно ваше мнение. Да кому нет. Нет, а мне нет. Насчет чего? Определитесь с формулировкой. Хорошо, вам нечего сказать, я понял. Скажите, как вы идете кого-то поздравлять? Могу узнать секрет. Эм. Эм, мою маму. А что здесь происходит? Как вы думаете? Что вы видите? Эм, я не могу сказать, извините. Да, извините меня. Человек пошел. Какой-то несколько странноватый парень с цветком бежит поздравлять свою маму. Наверное, я напрасно его спрашиваю? Ну, так получается, что приходится спрашивать всех. Как вы думаете, что здесь происходит? Почему так много полиции? Я не знаю, что происходит. Мне вообще нет всех. Там, наверное, клины. Что? Я не в курсе. А, вот девушка спорта. Как вы думаете, почему здесь так много полиции? Они меняют название площади с площади Ленина на площадь космонавтов. На площадь космонавтов? Да, моя версия, что там раздают длины, и народу, как всегда, ничего не достается. А кому достается? Полиции? Ну, конечно. Ясно, понял ваше мнение. Так, давайте попробуем пройти, если позволят. Посмотреть, что происходит на площади Ленина. Памятник загорожен. Периметр охраняется, и большая группа полицейских на площади просто стоят, вероятно, что-то охраняют или ждут. В общем, кроме полиции я никого не вижу. Товарищ поднакомник, разрешите обратиться в соответствии с законами о полиции, 5-я статья. Я могу сказать, что здесь происходит. Мне сказали, что какая-то тренировка. Пресс-служба главного управления. Обращайтесь, пожалуйста. Пресс-служба. Понял, спасибо. Стандартный ответ полиции. Обращайтесь в пресс-службу. Хотя по закону о полиции полицейский должен ответить гражданину в пределах своей компетенции. Вероятно, этот подполковник командует, а сам не в компетенции, что происходит. Давайте посмотрим, что происходит с вами. Сделаем выводы. Да, никого, кроме полиции, я не вижу. Вероятно, тут действительно какая-то тренировка. Или, как пошутили девушки, переименовать площадь Ленина в площадь космонавтов предлагают. Прямо внимание! Так, полицейские двигаются в сторону улицы Орджоникидзе. Ну, пойдемте, и мы обойдем. Командиры посылают полицейских в сторону Орджоникидзе. Вероятно, там требуется использование полицейских сил. Я стараюсь быть объективными, показывать и рассказывать, как оно есть. Разумеется, в соответствии с законом. Если ненароком в чем-то присутствует нарушение закона, то это не злой умысел. Я во всем стараюсь следовать требованиям закона. Много полиции, немного граждан. Пожалуйста, если кто-то считает важным, можно сделать ссылку на это видео в соцсетях. Я благодарю тех, кто откликается и материально помогает, и морально. Надо купить новый стабилизатор. Я не стабилизатор купил, теперь надо отдать за него кредит. Так что я благодарю тех, кто мне в этом помогает. Можно перечислить деньги на... Кто желает? Я работаю на вас, вы платите мне за мою работу. Счета связаны с телефоном... Так, в это время телефонный спам у меня бьет по аппарату. Счета у меня связаны с телефоном 913-758-0962. Вот зря я его объявляю в эфире, потом начинаются звонки и мешают работать. Я работаю на вас. Если вы считаете, что эта работа достойной оплаты, я буду признателен. Я пойму вас правильно. Вот еще автозак готовый для работы. Полицейские... Полицейские предлагают пройти. А там никого не задерживают, если просто пройти, товарищ капитан? Да не задерживают. Не задерживают? Хорошо. А я капитана спрашивал. Там пропускают? Не задерживают? Хорошо. Промолчал капитан в нарушении закона о полиции. Я говорю, что происходит? Я говорю, там полковник молчит в папахе. Я спрашиваю, что происходит? Он мух, рю, все в пресс-службе, тишина. Дедушка обоссался в подвале, а до нас долетел. Как вы полагаете, что здесь сейчас происходит? Походит флешмоб от полиции. То ли опера, то ли балет. Скорее всего, кардебалет собрался. Понятно. Девушки уже предложили переименовать площадь Стейна площадь Космонад. Это иди. Но они не летают. Они не летают? Вот, офицеры предлагают женщине не пройти, похоже. Добрый день. Здравствуйте. Можно у вас пейджик, редакционное задание и документ, удостоверяющий личность? С какой? Среди с чем? Среди с чем вы в публичном мероприятии участвуете? Если вы пресс-службеете... Я не участвую. Я не участвую. Меня собрать собрались. Так, объясните, кто вы на основании чего меня задерживаетесь? Давно идем. Я иду, я спрашиваю, на основании чего меня задерживаетесь? И кто вы назовите себя? Нарушается закон. Меня задерживают, не объяснив причину. Не объявляю. Кто вы назовите себя, в соответствии с законом? Меня задержали, ничего не сказали. Закон я не нарушал. Все, я выключаю камеру. Спокойно, я ничего не нарушаю. А там темно. Стоп, 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 стоп. Я выключаю. Я ничего не отдам. Я не имею. Не имеете права. Не имеете права ничего забирать. Не имеете права забирать. Не имеете права забирать. Задрога, спальня. Задрога, спальня. Задрога, спальня.